Кремль прокомментировал информацию о новичке из Чехии. Заявление чешского президента Милыша Зимана о том, что нервно-паралитический газ новичок в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, иллюстрирует несостоятельность позиций Великобритании. Об этом в пятницу, 4 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со скрипалями. Это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру, сказал Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что британские власти отказывают российской стороне в праве консульского доступа от гражданки России Юлии Скрипаль. Мы по-прежнему не имеем никакой информации о ее местенахождении, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые действия процессуальные и документальные, и по-прежнему мы видим нарушение британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении, заключил пресс-секретарь российского лидера. 3 мая Земан заявил, что новичок, которым, предположительно, был отравлен бывший офицер Гру Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии. Скрипаль и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок». Власти Великобритании обвинили Москву в случившемся и после объявили о высылке 23 российских дипломатов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.